Ну так вот, дорогие партнеры, мы все каждый день получаем в своей работе какие-то возражения. И это очень-очень нормально. Значит, мы что-то делаем, мы работаем. И не верьте тем, кто вам скажет, что у них возражений никогда не бывает. Нет, получают абсолютно все партнеры. Нет таких, я не слышал, что стопроцентный всегда был бы «да». Вот, и мы сегодня посмотрим несколько, нет, мы сегодня просмотрим только один самый популярный, да. Но их тут возражений на самом деле бывает очень много, очень разные, да. И я был бы очень благодарен, если бы вы в чате написали, какие вы возражения чаще всего получаете, да. И тогда мы смогли бы подготовить что-то подобное именно по тем возражениям, которые для вас актуальны, да. Но они бывают разные, скажем, вот я проконсультируюсь со своим врачом. Или возражение «мне ничего не надо», да. Скорее всего, это страх неизвестного, страх, что надо будет тратиться или еще что-то, да. Или, скажем, очень популярно и это дорого, да. Но надо понять, что есть люди, которым все равно, сколько это стоит, одно евро или сто евро, всегда найдется кто-то, кто скажет, что это дорого. Вот, но сегодняшняя тема, я думаю, одна из самых популярных – это «я подумай». Вы провели презентацию, и все-все-все, как бы уже все нормально. И он говорит, а я подумаю, надо подумать, что же это такое. И что это вообще, как нам понять возражения наших клиентов потенциальных и потенциальных партнеров, да. Ну, так вот, это не отклонение вашего предложения, но это реальная составная часть нормального процесса. Это часть нашей работы. И возражение – это обычно страхи клиента, недоверие, осторожность, сомнения, смущение именно данного момента. И совет – никогда не спорьте с клиентом, да. Он не каждый раз прав, но у него, как у человека, есть право думать так, как он думает. Вот, и если мы будем спорить, мы, конечно, этот спор можем выиграть, но клиента, как такового, мы потеряем. Что же делать? Выслушайте клиента, не перебивайте и никаким образом не показывайте, что вас это как-то задело или обидело, так как это возражение, это отказ для вас лично. Вот, согласитесь с клиентом, но не с его аргументами, а с тем, что, да, существует такое мнение, и у него есть право так думать. Вот, но не надо спорить и доказывать, что он неправ. Если будем спорить, чем больше аргументов и доказательств вы скажете, тем большее сопротивление вы получите. Потому что в него не хочется терять свое лицо, чувствовать себя дураком, который неправ. Наша задача – показать свои аргументы и в то же время, чтобы наш потенциальный клиент сохранил свое лицо. Еще важный момент, закон 4-5 секунд, в разных местах его называют по-разному, да. Получив возражение, выдержите паузу 4-5 секунд и тогда продолжайте. Вот, эти 4 секунды – это важное время, чтобы ваш мозг осознал ситуацию и дал бы не эмоциональную реакцию, а взвешенную и более корректную для вас и для данного случая и вашего клиента. То есть, просчитали до 5 и тогда говорим, чтобы наверняка. Я подумаю. Это может быть просто такой культуральный отказ, чтобы уйти от разговора с вами. Но причины могут быть разные. И откуда они появляются? Может быть, человек испугался метода продажи, потому что есть много людей, которые бегут как от огня, от MLM. Может быть, это недоверие продавцу, да, в данном случае к вам. Или это неуверенная речь, или неуверенная презентация. Я подумаю, это может быть и так называемая стратегическая пауза, когда человек растерялся, не знает, что делать, и он не привык принимать быстрых решений. Может быть, клиент хочет собрать информацию, посмотреть аналоги, почитать отзывы, ну и в конце концов принять рациональное решение, да, отказавших от 7-минутных решений. И в спокойной ситуации все взвесить, оценить, ну и, как говорится, переспать с этой информацией, и потом без эмоций принять свое решение. Я подумаю, это может быть и ложное возражение, и за это может прятаться совсем другие возражения, да. Может быть, это дорого, но ему стыдно об этом сказать. Может быть, ему стыдно сказать, что до этого он про здоровье вообще не думал. Хочет посоветоваться еще с каким-то диванным экспертом, соседкой, да, но не хочет вам об этом говорить. Может быть, это человек, который не принимает решения по финансовым платам в семье, да, он не держатель кошелька. Может быть, он хочет сравнить с другими предложениями на рынке, да, но это уже будет возражение, что у других дешевле или что-то подобное. Причины. Если это просто культурный отказ, я подумаю, ну то тут мы, в принципе, ничего сделать не сможем. Если этот клиент захочет уйти от контакта, то он это и сделает. Не все наши потенциальные клиенты скажут «да» и будут нашими клиентами. Но если это так называемая пауза стратегическая, то с этим мы кое-что можем сделать. Только надо выяснить, что же на самом деле скрывается под этим. Я подумаю, если окажется, что это связано с продуктом, тогда нам надо просто вернуться назад в свою презентацию и показать, больше показать именно ценность этого продукта и что клиент с этим получит именно для себя, какая выгода будет. И главное это понять, если бы клиент был бы заинтересован в вашем продукте или хотел бы сам объяснить эти причины, то он бы это сделал, а не прятался бы за фразой «я подумаю». Поэтому, когда вы услышите «я подумаю», то попытайтесь продолжать задавать вопросы. Нет. Если вы услышите «я подумаю» и будете пытаться продолжать упорно задавать вопросы, то, в принципе, это может быть воспринято как давление. И если вы будете давить, то клиент уйдет и не вернется, так как он будет опасаться от давления с вашей стороны и в будущем. Я подумаю, надо понять, что чаще всего клиент на самом-то деле ничего думать не собирается. Он, может быть, пойдет посмотреть дополнительную информацию, чтобы принять взвешенное решение или просто успокоить свои эмоции, ну, как говорится, переспать с этой мыслью, чтобы утром принять чистое решение. Но наша задача – помочь этому потенциальному клиенту выйти из какой-то ситуации, из замечательства и смущения. Помочь ему так, как вы хотели бы, чтобы вам помогли в такой ситуации, без давления, с пониманием. Я подумаю, это, в принципе, индикатор качества вашей презентации. Если вы часто слышите, я подумаю, значит, что-то не в порядке, что-то надо подумать самому, что поменять. Значит, в чем-то есть проблемка. Как же правильно реагировать на такое возражение? Классика жанра продажи, говорят, три этапа. Первое – согласие, второе – фильтровый вопрос, и третье – уже решение именно этого возражения. И первое – согласие – это что вы показываете, что вы уважаете его мнение, вы соглашаетесь с клиентом, говоря, ну да, надо подумать, согласен, надо подумать. Подумать – это хорошо, что-то такое, что вы с ним согласны. И потом следует вопрос фильтра. Ну, это вопросы, на которые клиенту легко ответить. Ну, а как вам в целом? А, в принципе, это вам подходит, убеждает, вам это кажется важным, ну и так далее. Или как вам в соотношении цены-качества и наших продуктов, имея в виду, что аналогов нету, и как он работает, и как он действует. А вообще вас это интересует? Вы хотели бы попробовать? Ну вот. И если задаем такие вопросы, то они смягчают эту ситуацию. Ситуации, да? Ну вот, примерчик, я подумаю. Ну да, конечно, надо подумать. Но как вам в общем предложение? Что останавливает от принятия решения? Ну вот это уже звучит чуть-чуть мягче. А как в целом предложение? Ну, если клиент отвечает, то здесь он может уже высказать истинные причины, которые стоят за «я подумаю». Можно убедиться с этим и о серьезности намерения клиента. Я подумаю. Да, конечно, надо подумать. А вообще думайте об использовании этого продукта, да? То есть мы сначала соглашаемся, и потом уже вопрос фильтра. Ну, вообще не очень. Но тогда можно уже уточнить, что не понравилось, что не убедило его. Есть, да. Я подумаю, как мы решаем это возражение, да? Значит, можем задать три вопроса, два вопроса, потом фильтрующий вопрос, и потом вопрос, который поможет понять истинную причину отказа. Ну, например, я хочу подумать. Да, конечно, подумайте. А как вам предложение в целом? Это фильтрующий вопрос. Ну, в принципе, неплохо. Что понравилось, что не понравилось, какие плюсы, какие минусы видите. Возможно, что отвечая на эти вопросы, клиент уже даст ответ об истинных причинах своего «я подумаю». Ну, например, «не надо подумать». Да, Иван Иванович, конечно, подумайте. Но, в принципе, продукт вам интересен? О, да, мне бы подошло бы. Ну, так сейчас… Так что сейчас останавливает вас от дальнейших шагов? Или, например, «не надо подумать». Это если точно знаете, что хотите подумать, значит, что-то в этом предложении вас не устраивает. О чем вы сомневаетесь, да? То есть можем и так продолжить. Но после такого возражения нам надо продолжать разговор, а не повернуться и уйти. Можно комбинировать разные вопросы, чтобы помочь клиенту выйти из ситуации данного момента. Помогите ему понять, где же он находится. Он… Так как он тоже чувствует себя неудобно, так же, как и вы, скорее всего. Нам нужны клиенты, которые это решение принимает осознанно, с пониманием и без давления. Да? Только тогда наш клиент будет лояльный и довольный. Париметчик. Я хочу подумать. Да, конечно, подумайте. Но как вам предложение в целом? Может, я что-то не до конца объяснил? Да нет, вроде все рассказали. Может, какие-то вопросы остались? Париметчик. Я хочу подумать. Да, конечно, подумайте. Ну, а в общем, все понятно рассказал? Да, все хорошо рассказали. Ну, хорошо. Что тогда в данный момент еще у нас останавливает? Что делаем дальше? Есть вариант, что мы сами можем высказать гипотезу, что же ему там надо подумать. Да? Например, я подумаю. Ну, да, конечно, подумайте. А в принципе, эта концепция здоровья вам кажется важной? Ну, да. Может, смущает цена или способ распространения? Ну, нет. Ну, а какие тогда сомнения? Что смущает? Предлагая какие-то варианты, чтобы клиенту легче самому ориентироваться. Да? Например. Ну, я подумаю. Да, конечно, подумайте. Есть что-то конкретное, о чем надо подумать? Может быть, вы хотите мнение другого человека, посмотреть аналоги, узнать больше про компанию, да? То есть мы предлагаем варианты и решаем этот вопрос дальше. Да? То есть мы предлагаем варианты, чтобы клиенту было легче ориентироваться. Я подумаю, да, конечно, подумайте. А в общем, вы больше против или больше за? Ну, в общем, больше за. Ну, если больше за, то регистрируемся. Это никаких, это не накладывает никаких обязательств, да? Проводим регистрации и потом уже дальше работаем. Может быть, он и оплатит свой счет. Не надо подумать. Да, конечно, подумайте. Как эта концепция может наладить рацион, укрепить здоровье? А вы сейчас какую-то омегу-3 используете? Да, я уже использую. Зачем мне надо что-то другое? Ну, вот, если мы получаем такой ответ, значит, мы в презентации не показали уникальность именно нашего продукта. Можем возвращаться к презентации и ответить уже на вопросы клиента. Я подумаю. Да, конечно, подумайте. Я так понимаю, что тебя смущает. Я так понимаю, что тебя что-то смущает в данном предложении. Что-то понравилось. Иначе бы, если бы не понравилось, то бы сразу сказал, что не хочешь. А не сказал бы, надо подумать. Ну, такой немножко пробокативный. Сначала что-то смущает, а потом что понравилось. Почему мы задаем, говорим именно в таком порядке? Потому что человеческий мозг опять-таки устроен так, что на парные вопросы он, скорее всего, ответит на второй вопрос. Если клиент вам очень хорошо знаком, и вы знаете, что его может смущать, тогда можем сказать прямо. Я знаю, что тебя смущает вот эта вещь. Скажи, там, обмен, MLM распространение, почему нет в аптеках, почему мой врач об этом ничего не знает. То скажи мне, чтобы мы полностью друг друга поняли. То есть мы, если это хороший чувак, он нам скажет прямо в лицо, что же ему на самом деле не понравилось. Если он свой, то он скажет, как он бы хотел, и выскажет свое решение. Если клиент уходит подумать, культурно спрашиваем, сколько времени необходимо для обдумывания и определенно договариваемся на повторную встречу. Мы всегда предлагаем несколько вариантов времени, когда встретиться или позвониться. Опять помним про мозг и два вопроса, и предлагаем два дня и два времени. И выбираем второй, тот, который выгоняет нам. Скорее всего, он подпишется именно на это второе время. Ну да, предлагаем несколько вариантов времени, когда встретиться или созвониться. Но сами они, скорее всего, не отзвонят. Оставляем клиенту напоминание о себе. Какую-то или визитку, или какую-то брошюрку, или брошюрку с клиентской презентацией. Если клиент во время презентации выразил интерес, можем ему дать почитать книгу Пола Клейтона на неделю. И сразу договориться о времени, когда мы встретимся, чтобы эту книжку забрать. И будет очень хороший повод встретиться и довести сделку до конца. Потому что он уже успеет получить еще дополнительную, очень ценную информацию из этой книжки. Если очень часто вы слышите «я подумаю», если есть очень хороший личный контакт с клиентом, то в начало разговора можем сказать «Кате, я сейчас очень подробно обо всем расскажу, отвечу на вопросы, но у меня есть одна просьба – не говори мне в конце, подумай». Потому что многие мои люди остаются в моей базе данных, кому я потом звоню, отрываю от ежедневных дел, они нервничают, мне неудобно. Поэтому я был бы очень благодарен за честный ответ, тебе это подходит или нет. В любом случае, остаемся с друзьями и ничего личного. Это если действительно тот, которому вы делаете презентации, он свой человек. Еще можно использовать так называемый дедлайн, конечный срок действия, но это у нас зинь-зина довольно редко. Но как раз сейчас оно есть, до 15-го числа, опция «Новый абонемент» получает дополнительно с Кенсаром. То есть, опять-таки, маленький рычажок, на который можно надавить. И надежность можем так назвать. Если мы все знаем, если первый тест хороший, возможно, возбрата денег. И это работает. Ну вот, это вкратце-кратце-кратце про возражения. Я подумаю. Я очень надеюсь, что это кому-то, ну, хоть чуточку поможет.